Губернатора нет, поэтому если бы он меня увидел, конечно, я был бы переодет. Насильно. Встреча в неофициальной обстановке, что называется без галстуков. Темы для разговоров, как заявил вице-губернатор, любые. Готов обсуждать слухи, сплетни, разговоры и так далее. Впрочем, разговор начался вполне серьезно. Одной из первых тем стало строительство дороги по улице Чайковского. Перекресток с Куйбышева прирастет еще одной асфальтной веткой. Работа начнутся от железнодорожного переезда, что находится неподалеку. Проект планируют закончить к 2011 году. У нас самая главная проблема, самая главная пробка – это поток с севера, с ЧМЗ в город. И вот какую проблему решает эта дорога, то есть этот поток, который будет идти с ЧМЗ, он будет нырять на эту дорогу, она будет качественная. Другая новость от вице-губернатора. В Челябинской области появятся свои уполномоченные по правам человека и ребенка. Правда, кто займет эти должности, пока неизвестно. Кроме того, команда нового губернатора предлагает внести изменения в закон о выборах депутатов ЗАГС Собрания. Выдвигается, допустим, человек по одномандатному округу, ну скажем так, Коркинскому или любому Челябинскому. Вот одномандатник идет, да. Единороссы рассматривают вариант, при котором этот одномандатник будет же входить в территориальный список кандидатов от партии. То есть вот в этом округе будет свой мини-территориальный список. Как сообщил журналист Олег Грачев, есть и другие инициативы. Так в области появится новое ведомство управления по работе с территориями. Специалисты этой структуры будут следить за ситуацией в городах и районах. Главная задача – предотвратить конфликты. А вот город Златоуст ждет так называемый ребрендинг. Губернатор запланировал встречи с хозяевами оружейных фабрик и мастерских. Их бизнес решено развивать усиленными темпами, выводить на мировой рынок. Для города мастеров это может стать неплохим подспорьем.